На часах ровно 7, а это значит, что началось утро нового дня. И мы будем сегодня с вами его встречать, Артём Андроновский и Александр Карнович. Здравствуйте. Доброе утро. Вот он, наконец-то, желанный вторник. Это хорошие новости, потому что понедельник прошёл, со всеми трудностями мы уже справились и постепенно-постепенно близимся к пятнице. Ну, до пятницы, на самом деле, ещё довольно далеко. Будем наслаждаться тем, что имеем, прекрасным-прекрасным вторником, потому что и на улице уже хорошо, и осветлеет сейчас раньше, а в кровати ещё лучше. Но вы просыпайтесь. Просыпаться нужно однозначно, потому что нам есть, что вам рассказать. Начнём, конечно, как всегда, с новостей. Да, мы сейчас этим и займёмся, для того, чтобы ваше утро было сегодня пободрее немножко. Подготовка к курортному сезону уже началась. Жители Алубки через несколько месяцев получат обновлённую автостанцию. Два года здание было закрыто из-за аварийности. Елена Байрамова расскажет, где ещё в этом году построят или откроют новые автоокзалы. В межсезонье в Алубке людей немного. Это специфика южнобережных городов. В этот период регион отдыхает от большого потока туристов. Вера живёт здесь много лет. Вспоминает, как раньше выглядела автостанция, которую закрыли два года назад. Отдыхающие могли приехать, зайти туда. Или перед тем, как им ехать в Севастополь, допустим, они заходили, сидели там в тенёчке. Там же кассы, там же всё нормально, цветы кругом стояли. У нас же ведь это же называется район автостанции. Я когда приехала, вот этого ничего не было. Была только одна автостанция и аптечная, вот там горюк и всё. С 97-го года я здесь живу. Купить билеты можно в этом окошке. От дождя, снега или палящего солнца под этим навесом не спрятаться. На улице неудобно. Конечно, нужно, чтобы восстановили внутри здания. И здесь ветер бывает, и солнце, и дождь, и всякая погода. Люди стоят в очередь. Это сейчас нет очередя. Летом, конечно, будут люди. Конечно, удобнее. Здание стоит пустое. Надо восстанавливать. Нужно, чтобы были лавочки в ней, где внутри можно было присесть, чтобы был санузел. Закрытие автостанции – вынужденная мера. Находиться внутри аварийного здания было опасно. С тыльной стороны здания подтекание было. Пытались мы просанировать данную ветку канализации, чтобы она не протекала. Но, к сожалению, этого не получилось, потому как она разрушена. На ней находятся строения. Новая ветка канализации будет спускаться с той стороны здания. Подключать в нее мы будем в том числе и туалет автостанции. И полностью уйдем на дворцовое шоссе уже новой веткой. Диаметром, я думаю, будет 200. Сюда сложно пройти техники. Мешают не только строение, но и горная местность. Чтобы добраться до прогнившей канализации, специалисты копают землю вручную. Замена труб займет несколько недель. После этого Крымавтотранс приступит к ремонту крыши, подключению санузла, внутренней и внешней отделке помещения. Архитектурный стиль фасада здания при реконструкции не изменится. При этом для комфорта и безопасности пассажиров пункт продажи билетов будет перенесен с улицы внутрь здания. Всего в Крыму больше 60 автостанций и кассовых пунктов. В этом году их станет больше. Планируется открытие трех модульных автостанций. Это и Белогорск, это и Октябрьская, это у нас и Ленина. Планируем три автостанции уже закуплены, проводятся подготовительные работы. Это Советская, Нижнегорская и Красногвардейская. В курортный сезон жителям Алубки и туристам больше не придется ютиться под навесом без всяких удобств. Обновленная и безопасная автостанция начнет работать к середине мая. Елена Байрамова, Ситмимит Кукчиев, Новости 24, Алубка. За пять лет нет ни единого детского сада в Симферополе, в котором бы не улучшили материально-техническую базу. После Крымской весны шесть модульных детских садов открыли для малышей свои двери в столице. В гостях у детей побывала Анна Ничеговская. Давайте вместе. А тут сильный ветер налетел, закружил и завертел. Рассказали сказку, провели физкульт-минутку, поиграли в испорченный телефон. Пока дети развлекаются, повара готовят еду для малышей. Плиты очень удобные. Мясорубки работают, вся техника работает, овощерезки. Все-все работает. Нам очень нравится. Суп и плов уже готовы, а на ужин в духовке запекаются булочки. Этот модульный детский сад открыли в апреле 2016-го. Не помешала строительству и энергоблокада. Сразу было все необходимое. Ковры, шкафы, кровати и самое главное для малышей – игрушки. Здесь было все. Нам жаловаться грех, потому что очень много батарей. Очень тепло в детском саду. Мы даже перекрываем иногда батареи, потому что жарко, действительно жарко. Детский сад при 37-й школе тоже строился в условиях энергоблокады. Это, кстати, первое модульное дошкольное учреждение в крымской столице. Называется «Росиночка», потому что благодаря воссоединению Крыма с Россией появился детский сад в районе Украинка. Такое возможно было раньше? Ну нет, конечно. С каждым годом мир безопасности здесь усиливается. Кроме тревожной кнопки установлена охранная сигнализация. Если кто-то попытается взломать электронный замок и пройти внутрь, тут же сработает сигнализация. По периметру всего детского сада и в коридорах установлены камеры видеонаблюдения. Следить за территорией дошкольного учреждения можно по этому монитору. После обеда сразу спать. Режим дня строго соблюдается. Пока дети отдыхают, воспитатели придумывают для малышей развивающие игры. У нас получился такой проект, дидактический, переносной. Здесь дети и играют, и обучаются правилам дорожного движения. Воспитанники детского сада номер 5 изучают ПДД по-другому. Установлены знаки, обозначены пешеходные переходы. И дети на самокатах, на велосипедах постигают азы дорожной азбуки уже сразу на размеченной площадке. Это дошкольное учреждение работало с 69-го года. В 90-е закрылось. В 2014-м ничего не напоминало о том, что когда-то здесь играли дети. Выбитые окна, надписи на стенах, разрушенная крыша. Реконструкцию провели в российском Крыму. Деньги выделили, как и на уже два упомянутых детских садика из федерального бюджета. Сейчас в Симферополе работает 56 детских садов. За этот период, за 5 лет, наверное, нет ни единого из 56 садов, чтобы не было что-то конкретное сделано по укреплению или по улучшению материально-технической базы. После Крымской весны 6 модульных детских садов открыли свои двери для малышей в Симферополе. В 2019-м году заработают еще 5 модульных детских садов. Анна Нечевовская, Андрей Трещук, Новости 24. Ну и еще одна новость. Крымские караимы планируют сдать пособия по своему исчезающему языку. То есть не секрет, что караимский язык внесен в список исчезающих языков ЮНЕСКО и требует срочных мер по его сохранению и возрождению. В целом, я хочу сказать, что это очень интересная культура. Насколько я знаю, в старом городе есть прекрасная синагога караимская, если я не ошибаюсь. Кинасса, да, правильно называется? Замечательное здание. И, конечно же, было бы даже интересно ознакомиться, пожалуй. А я там была. А я была там в силу того, что я была там на съемке, потому что когда его как раз таки и в том состоянии я его видела, когда оно было еще запущено, и уже в обновленном. Очень здорово. Здорово, да? Много декоративных, таких вот элементов декоративных ручной работы. Внутри, пожалуй, красивее, чем снаружи. Нет. И там красиво, и там. И там красиво. Знаешь, где еще? И там красиво, и там красиво. У наших замечательных коллег с радио. Давайте заглянем и поговорим с ними, посмотрим, что там происходит. У нас сейчас связь с нашими коллегами с утра. Доброе утро. Доброе утро. Мы тут говорили, что и у нас прекрасная Симферополь, и прекрасная. А у вас как дела обстоят? У нас все хорошо с утра? Да, коллеги, доброе утро. О чем вы рассказываете сегодня по нашим телевизионным приемникам? Ой, у нас насыщенная повестка. Ну, начнем мы сначала, расскажем про то, как развлекаются и отдыхают пенсионеры. Потом, да. В сельских клубах, наверное. Нет, ты знаешь, у них очень... У нас практически совпала повестка. Вы расскажете, как отдыхают и развлекаются пенсионеры. Мы тоже, в принципе, будем делать некоторые похожие вещи. У нас сегодня в гостях глава администрации гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин. Как раз-таки он, как никто другой, умеет развлекать пенсионеров хорошим джазом и роком. Интересно. Мы бы, знаете, даже мы не пенсионеры, но мы бы послушали. Ну, и, конечно, расскажем вообще, что делать, если ваше колесо попало в яму. Куда вы можете обращаться и какие у вас есть права? Коллеги, спасибо. Чтобы ям не было. Хорошего эфира вам. И вам тоже. Всего доброго. Всего доброго. Если колесо попало в яму, Саша, в первую очередь нужно не терять самообладание. Потому что, как автомобилист знаю, очень сложно удержаться и не сказать что-нибудь. Да ладно сказать. И не стукнуть что-нибудь твердое. Не пнуть что-нибудь. Ну, главное, чтобы колесо в это время не лежало рядом и все-таки было как-то прикреплено к автомобилю. Автомобилю? Конечно. Нет, если колесо улетело куда-то подальше, то, мне кажется, там уже очень сложно сдержаться и что-то не пнуть. Но знаешь, как у нас говорят, что вместе... Хорошо, что не кого-то. Да, ну, конечно, не кого-то. Вот. Как у нас говорят, что вместе со снегом, вместе со льдом тают и дороги. А вот чтобы узнать, есть ли вообще с чем тает дорога, или это весной все будет гладко, в прямом переносном смысле, давайте посмотрим, что там по погоде. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» Ну что сказать, зимняя погода все-таки, понимаю, плюс 3, плюс 6 вроде как тепло. Ну, не минус 15, но для меня это лютый холод, ехал на работу, честно. Сорта пар просто шел как дым из трубы паровоза, вот, и ничего я с этим сделать не мог. Но знаешь, где на такую погоду не жаловались бы, а только обрадовались? Все, так, я знаю, что, наверное, такая сейчас где-нибудь на севере нашей большой необъятной родины. Ну, а что там не жаловались, мне кажется, они там точно все-таки уже как-то в глубине души все пожаловались. Есть, значит, такой поселок, называется Белушья Губа, и находится он не где-то, а в Новой Земле. Так вот, жалуются там местные жители нисколько на холод, ну, я думаю, что к холоду они привыкли. А вот что интересно, что там поселилась стая из 50 белых мишек. Ну, это мы в студии говорим мишки, нам здесь хорошо и весело, а там это огромные белые медведи. И эти медведи не только роются по мусоркам и по рынкам, а еще и решили жить в военных сооружениях, которые окружают город, видимо, остались там после Второй мировой войны. Уходить они никуда не хотят, еще бы. Возле поселения человека слишком много вкусного провизианта, да и в военных сооружениях достаточно тепло. Ну, вот то, что мы считаем просто мусором, выбрасываем, выкидываем, все эти отходы для мишек, это прекрасные лакомства. Поэтому я бы на их месте никуда бы не уходила, бы никаких мер в дальнейшем не предпринимала. А то, что они скопились в таком большом количестве, говорит, ну, только подтверждает мои слова. Конечно. Учитывая, что мишки-то на этой территории давно, да, считай, они там были почти что всегда, вот человек осваивает такой север совсем недавно. Кстати, недавно, давно это все касается прошлого и настоящего. Я думаю, что в этот день очень важно узнать, что же конкретно в эту дату происходило в прошлом. Прямо сейчас об этом вам и расскажем. 19 февраля 1473 года родился Николай Коперник. Польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции. Размышляя о Птолемеевой системе, Коперник поражался ее сложности и искусственности. Он пришел к выводу, что не Земля, а Солнце должно быть неподвижным центром Вселенной. В тот же день 1726 года указом императрицы Екатерины I был учрежден Верховный Тайный Совет. Высший совещательный орган решал важнейшие государственные вопросы. Состав в разное время входил от 7 до 8 человек. 19 февраля 1800 года Наполеон Бонапарт провозглашает себя первым консулом Франции. В последние годы он провел ряд политических и административных реформ и постепенно достиг диктаторской власти, объявив себя императором Наполеоном I. 19 февраля 1855 года французский математик и астроном Урбен Левье представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды, прогноз погоды на утро того же дня. Его наиболее известным достижением является предсказание существования планеты Нептун, сделанное с помощью математического анализа астрономических наблюдений. 19 февраля 1878 года американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал первый в мире прибор для записи воспроизведения звука – фонограф. Звук записывается на носителе в форме дорожки, глубина которой пропорциональна громкости. В тот же день 1899 года основан Санкт-Петербургский политехнический институт. Сейчас он имеет статус государственного университета и обеспечивает выпуск инженеров, экономистов и менеджеров по 101 специальности. Входит в пятерку лучших технических фузов страны. 19 февраля 1938 года закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция «Северный полюс-1». Высадка экспедиции на лёд была выполнена 21 мая 1937 года. Официально открытие состоялось уже 6 июня 1937 года, когда льдину покинули самолёты, доставившие полярников и оборудование. Прошлое, конечно, нужно знать, ценить, понимать, а прошлое нужно читать. Конечно, конечно, ориентироваться как минимум в прошлом нужно. Да, 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 но прошлое-то, конечно, хорошо, а что у нас в настоящем? А в настоящем ориентировать вас смогу я. Но, как сказать, по крайней мере в ценах на бензин и, возможно, даже в ценах на некоторые ценные бумаги на рынке. Итак, что мы видим? Газ стоит 28 рублей 19 копеек. Более-менее стабильно? Не меняется особо. Дизельное топливо, как всегда, менее чем в два раза дороже. 51 рубль 27 копеек. 92-й бензин стоит 47 рублей 17 копеек. Тоже относительно стабильная цена. Неудивительно, топливо самое популярное на рынке. 95-й бензин стоит 50 рублей 25 копеек. И 98-й бензин выше, больше, чем на 6 рублей. Ну, дороже, конечно. Стоит 56 рублей 59 копеек. Я думаю, что не только тем, кто заправляет свой автомобиль 50-98 бензином, но и, в принципе, всем автолюбителям будет интересно узнать, что же там на рынке валюты. Давайте сейчас и посмотрим. Доллар, евро. Ситуация, конечно же, изменилась. По сравнению со вчерашним днем, доллар и евро упали в цене. Доллар стоит 66 рублей 24 копейки за единицу. С евро ситуация другая. 74 рубля 90 копеек. Вот такие цены на рынке валют и такие цены на рынке бензина. Зная эти цены, мы, конечно же, можем экономить. Я об этом уже говорил, рассказывал. Это важно знать, когда нужно заправить полный бак, а когда нужно продать или купить какую-то валюту. Но не менее того, важно знать, что же там происходит такого в городе. Вот в этой сфере мультимедиа, в сфере развлечений. Ну, в конце концов, зачем еще заправлять машину, если не поехать и хорошенько отдохнуть? Я тебе хочу сказать, что отдыхать, конечно, штука хорошая, но я вчера. Сегодня только вторник. А я вчера, чтобы снять стресс от работы, начала вечером пересматривать боевики. Я боевики. Я при том, что вообще такой жанр не приемлю для себя. Но вчера зашло. Мне кажется, что чтобы у тебя в голове не нашелся настоящий боевик, ты решила посмотреть чужие боевики, как кто-то что-то делает. Видимо, кто-то кого-то пинает. А что, смотрите, рубрика «Психологические советы» от Александра Корновича. Очень неплохо. Я думаю, что это действенно. По крайней мере, я где-то слышал про такие исследования. Но я слышал, что ситуация несколько иная у нас в театрах и кинотеатрах. Там сейчас популярной комедии. Давай посмотрим, что сейчас идет и на что можно сходить. Только на сцене Национального академического драматического театра имени Горького. Премьера. Эксклюзивная комедия, написанная драматургом Рикардо Пипо и поставленная режиссером Маттео Спиацци. Итальянский спектакль о любви. Любви к девушке, незнакомцу, молодости, плотским утехам, материальным благам и розыгрышам. Действие происходит в самом романтическом городе мира – Венеции. Солнце, море, серенады, тайны, интриги, карнавал, вулкан страстей и непревзойденного итальянского юмора ждут вас на спектакле «Виво комедия». Еще одна комедия на сцене театра имени Горького. На этот раз события происходят не только на Земле. Четвертая планета – лирическая история в стиле ретро о пространстве, времени, далекой юности и первой любви. Красный песок Марса обратится раскаленным асфальтом Московской улицы. А в воздухе повиснет вопрос – можно ли вернуться назад в прошлое. Понравится отцу своей невесты – задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью Ирой. Но отец Анатолий не готов отдать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен специальный план. Однако будущему тестю и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете. Все это вы и увидите в российско-китайском комедийном фильме «Как я стал русским». На большие экраны выходит еще одна отечественная комедия «Семь ужинов». После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются. Когда жена просит развод, главный герой понимает – он не готов отпустить близкого человека. И уговаривает жену протестировать методику восстановления отношений. Все просто – они должны будут отужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые условия – ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека. Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается. Что будет дальше – узнаете при просмотре фильма. Любовь, Ира, еще какие-то такие страсти творятся в кинотеатрах. Прямо с утра вот так вот смотришь. Хотя, на самом деле, хочу сказать, что вот этот эксперимент, мне кажется, интересная штука. Вот так вот, знаешь? Его интересно попробовать, но не хотелось бы находиться в отношениях, в которых он необходим. Нет, вот понимаешь, дело в том, что вот как раз-таки фишечка, я думаю, в том, что его не нужно делать, когда все плохо. Вот, допустим, даже для разнообразия. Но хочешь ты как-то эмоции, да, вот, как говорится, подать жару в отношения и пригласи свою половинку просто на свидание вслепую какое-нибудь. Сначала там с закрытыми глазами, потом без одежды или что там было дальше. Да-да-да, а потом там было свидание при постороннем человеке. Вот тут, конечно, есть некая опасность. Как минимум, такое свидание потом может оказаться в сети интернет. Подожди, этим посторонним человеком нередко может быть мама чья-то. Ну, мама не посторонний человек, знаешь ли, там бы, но... А я бы даже не знаю, что лучше романтическое свидание перед мамой на глазах у мамы, либо перед посторонним человеком. Но посторонний человек, повторюсь, может все это выложить в сеть. Это, конечно, опасно, но порой это может быть довольно-таки весело. Давайте посмотрим, что там произошло в сети за последние дни. Хвастовство до добра не доведет. Особенно, когда исполняемые трюки опасны для окружающих. Свой урок получил водитель маслкара. В сеть попали кадры, как во время резкого ускорения происходит поломка, и на ходу автомобиль теряет задний мост. Благо, скорость была не критическая, и гонщик уцелел. А вот болид, увы, придется сдать в ремонт. Если друг оказался вдруг. Упавшего с 12-метровой высоты мальчика буквально спасло плечо товарища. На видео стоящий на улице ребенок, пытаясь поймать падающий предмет, невольно становится посадочной площадкой для приятеля. Конец счастливый, все оказались целы. Трехочковый. Школьный учитель сделал слэм данг перед учениками. Причем не простой, а акробатический. Конечно, уроком физики это не назовешь, но, судя по реакции учеников, авторитет преподаватель себе заработал. Так держать. Пассажиры раскачали поезд в Подмосковье, чтобы спасти застрявшего между ним и пероном человека. На видео в едином порыве люди толкают многотонную машину. В итоге пострадавшего удалось достать. Вот на что способен коллективный труд и взаимопомощь. Крыса стала невольным участником гонок на санках в Канаде. По сети разлетелся ролик, в котором грызун на полном ходу врезается в одного из лидеров заезда. Видимо, от испуга малыш еще какое-то время движется по направлению к финишу. Но все же пальму первенства пришлось уступить. Морозные новости. В Норильске выпало экстремально много снега. В интернете появились кадры того, как местные жители борются с сугробами. Еще пару сантиметров и придется рыть тоннели, шутят в сети. И правда, как минимум без снегоступов там сейчас никак. В Новокузнецке выпал черный снег. Сугробы там поменьше, но не менее впечатляющие. Пользователи утверждают, что все дело в работающих заводах. По факту происшествия прокуратура уже начала проверку. Пока ясно одно. Отмывать машины предстоит очень долго. Вот это учитель. Не хочу ничего сказать про Шамиля Мустафьевича, который преподавал скульптуру у меня. Но вот таких вот просто трюков он бы точно не выполнил. Ну мы не знаем, что там у него было в запасе, понимаешь, за пазухой. Может быть он бы еще и накрутил там кульбитов. Я не знаю, как это делается. Сальто, сальто. Нет, сальто, ну возможно. Но я знаю, что учитель сделал СЛМ Данк. Просто он закинул мяч, как я понимаю, в прыжке, в воздухе. Это так называется. Если честно, плохо ориентируюсь в баскетболе, как и в любом другом спорте, что уж там. Но в любом случае это было впечатляюще. Я думаю, что респект от учеников учителю обеспечен однозначно. Ну, очень яркая картина. Я знаю, что теперь я долго буду вспоминать этого учителя. Будет моим таким вот именно где-то мысленным с палочкой-выручалочкой. Когда буду думать, что вот ничего не умею, думаю, что умею. А вот кто-то умеет еще больше. Знаешь, а у нас ведь есть еще одна яркая картина. Это наш следующий сюжет. Уникальные килимы из натуральной шерсти. Гончарная и керамическая посуда. Все эти предметы с крымско-татарскими мотивами выполнены талантливыми мастерами. Эдемом Ганиевым и Сабрией Юповой. Керамика и ковроткачество представлены на выставке «Крымское соцветие». Это часть проекта «Крымский стиль», который объединил более ста мастеров, проявляющих интерес к уникальной культуре полуострова. Цель проекта – возрождение нашей древней тысячелетней культуры крымской, которая сохранилась именно в культуре крымских татар. И мы не только возрождаем, но и развиваем ее. То, что вы имеете, это и возрождение, и развитие. На основе этого языка мастера создают свои произведения. То есть мы создаем полноценное современное искусство на традиционной древней основе. Здесь представлены около 50 работ керамиста Эдема Ганиева. Вот уже 15 лет мастер создает многоцветные керамические изделия в технике майолики. Для их изготовления используют обожженную глину и расписную глазурь. Эдем рассказывает, процесс создания очень трудоемкий и кропотливый, но результат стоит того. Радует глаз. Каждый из моментов в этой работе очень важный. То есть, естественно, начинается все с подготовки материала. То есть его необходимо найти, необходимо подготовить. Материал – это глина крымская, потом обжиг, потом покраска, нанесение глазури, потом опять обжиг, и потом получаются такие прекрасные работы. Все его работы выполнены из натуральных материалов с элементами традиционного орнамента. В изделие Эдем вкладывает глубокий символический смысл. Это символ семейного очага. То есть сосуд – это как символ семейного очага. Вот этот треугольничек – это символ женщины, которая в этой работе олицетворяет хранительница очага. То есть как хранительница очага. Это женские знаки, которые окружают. А этот гранат – символ достатка, то есть берегет. Вот эти мечи – это символ мужчины, который дом охраняет, оберегает благополучие, то есть спокойствие в этом доме. То есть смысл вот такой этой работы. Стены выставочного зала украшены многоцветными килимами Сабрией и Юповой. Создает мастерица своей работы из шерсти, а окрашивает по древней технологии натуральными растительными красителями. Я рада, что внесла в нашу культуру то, что я умею. Стараюсь обучить учеников и продолжать буду работать по силе возможностей. Сегодня ткачество – это настоящее искусство. Оно было модным среди женщин, как многие годы назад, так и сегодня пользуется популярностью. Примечательным является техника создания натуральных красителей разноцветных оттенков. Если говорить о культуре крымских татар, то здесь слишком яркие цвета, характерные никогда не были. Наоборот, применялись нежные пастельные оттенки. В своих произведениях современные мастера возрождают древнюю традицию окрашивания. Они употребляют только мягкие и сдержанные тона. Выставка «Крымское соцветие» будет радовать крымчан до конца февраля, где каждый желающий может ближе познакомиться с традиционными ремеслами крымских татар. Субтитры создавал DimaTorzok Владислав Медведев, это юрист. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот как к специалисту. Хочу с вами посоветоваться, у вас уточнить, узнать, спросить. Все сразу. Если вдруг по дороге в городе, на территории города, я попала колесом в яму. Мы просто сегодня поднимали уже эту тему. Конечно, да. Что мне делать? Какие у меня есть права? На кого я могу жаловаться и куда? В принципе, все банально просто. Если вы попали в яму, и, соответственно, это привело к дорожно-транспортному происшествию, необходимо сперва-наперво выйти, включить аварийную сигнализацию, поставить знак аварийной остановки, посмотреть на яму. Для ям у нас в стране существует ГОСТ, как и для люков в том числе. То есть яма по ГОСТу, значит, с ней все хорошо. То есть в том случае, если яма шире 60 сантиметров, глубже 5 сантиметров, и в длину не менее 15 сантиметров, тогда в таком случае вы можете обратиться на горячую линию в ГИБДД, вызвать экипаж, чтобы составили протокол о дорожно-транспортном происшествии. Соответственно, в момент составления протокола инспектора уже знают, какая компания отвечает за обслуживание данного участка дороги. 15 сантиметров? Это вот колесо вырви и потом вращайся? Или как? Как я понимаю, если яма меньше, то это, в общем-то, и не яма. Это не яма. А это, получается, это особенности рельефа дороги, да? Да, да, да. Перед тем, что сотрудники ДПС составляют не протокол о дорожно-транспортном происшествии, а акт о исправности дорожного полотна. Это интересно, потому что порой яма может быть 5 сантиметровая, но настолько с острыми краями, что просто рвет по крышку колеса. Да, да. Интересно. Ну вот терпи и жди пока. Я просто стараюсь обижать ямой, но, скажу честно, однажды попал в приключение. Я ехал по объездной, там проходил ремонт дороги, но никаких знаков, указателей не было. И на полном ходу я влетел просто в спиленный кусок асфальта, он был острый. Мне не только провало покрышку, правда, я смог еще немножко докатиться на ней, но мне еще и сбило развал схождения, пришлось все исправлять. Могу ли я как-то действовать в такой ситуации? Ну вот, если яма не соответствует ГОСТу, то, соответственно... А если это ремонт дороги, который никак не обозначен? Или все равно это рельеф полотная? Главное, чтобы были размеры ГОСТа, потому что, если, допустим, они соблюдены, допустим, да, все как-то вот по ГОСТу, и, соответственно, есть еще и знаки, то вы сами попали. Если знаков нету и ГОСТ присутствует по ямам, то, соответственно, вы можете вызвать дорожно-транспортную службу и дальше писать претензии, обращаться в суды, да, и защищать свои права. У нас есть еще один наболевший вопрос. Это эвакуаторы. Где можно вот парковаться, и вот если тебя эвакуируют, ну, что можно сделать, что можно предъявить вообще? Ну, парковаться все автолюбители знают, что можно только тогда, где есть специально поставленные знаки, что разрешена парковка в данных местах. В любом другом месте парковка, к сожалению, запрещена. Также, где стоит знак парковка запрещена, должен быть знак, что работает эвакуатор, это обязательно. Если знака нет? Если знака нет, то эвакуировать, в принципе, тоже никто не может. Значит, есть две ситуации. Грубо говоря, автолюбитель припарковался, пошел там по своим делам, ну, в неположенном месте, естественно, но это уже под тем или иным причинам. Он приходит, или кто-то, допустим, ему там из его коллег по работе сказал, что увозят транспортное средство его, он быстренько подходит к своему транспортному средству, обращается к инспектору дорожно-патрульной службы, говорит, что он водитель данного транспортного средства, либо он является собственником. В таком случае эвакуацию отменяют. То есть даже если уже финальная стадия, да, эвакуации? Да. Прыгать на автомобиль, держаться, как на амбразуру, не стоит. Да? Не стоит. Конечно, надо просто показать документы и сказать, что я вот собственник, либо водитель, и ваши транспортные средства должны незамедлительно отпустить. Но в любом случае водитель должен будет заплатить штраф за неправильную парковку. А вот почему бывает такое, что говорят, что посиди в машине? Да, 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 есть целая практика, оставляют детей, знаешь, пока бегут в магазин, просто чтобы не эвакуировали. Есть еще такие случаи, тоже в интернете полно пишут, что можно на багажник велосипед ставить, тоже неудобно забирать машину. Ага, ну вот какие рубрика полезные, но так делать не надо, на самом деле нужно парковаться просто в положенных местах, конечно, хотя с этим бывают сложности. Еще один такой широко шагающий по Крыму миф о том, что вот припарковался не в 5 метрах, а в 4 метрах 98 сантиметрах, эвакуировать право не имеет, а все равно эвакуирует. Есть ли какой-то способ доказать, что ты не нарушил? Ну, здесь в любом случае надо только заниматься фото-видеофиксацией, выходить с рулеткой, замерять и писать замечания на протокол. Задержание. А вот есть ли вот эвакуировали меня из аэропорта? Здесь есть, опять-таки, я хотел бы обратить внимание на то, что транспортная эвакуация, принудительная эвакуация по Симферополю – это один тариф. Если вашу машину эвакуировали с аэропорта, в данном случае это уже Симферопольский район, и доставили на специальную стоянку, которая находится в городе Симферополь, то, соответственно, вы будете платить в любом случае тариф по Симферопольскому району. Но он выше, да? А он ниже. А-а-а! То есть, если хотите припарковаться неправильно, едьте в сторону аэропорта, да, и там как бы… Идите в Симферопольском районе. Да, и обязательно там становитесь под знак с двумя красными черточками. Ну, главное, чтобы тебя оттуда не самолет эвакуировал, я, если честно, потому что, мне кажется, тогда автомобиль уже… Сколько было, да? Да, конечно, обязательно. При задержании транспортного средства сотрудники перевозчика обязаны заклеить все двери, багажник, бензобак, капот. То есть, в любом случае идет полное печатание для того, чтобы не произошло, не дай бог, никакой порчи вашего имущества, кражи в том числе. Угу. Вообще, хочу сказать, что очень бодрящие новости сегодня. Например, я узнал про ГОСТу, ям это прям приводит в тонус, если честно. Я узнал о том, что все-таки парковаться стоит там, где только разрешено, и никак-то ничего, ну, я имею в виду, не докажешь. Даже если 4 метра 99 сантиметров, приходится выходить с рулеткой, как я понимаю, перед тем, как уйти с транспортного средства. Рулетки у меня в автомобиле пока нет. Но спасибо вам большое. Это было очень увлекательно, интересно. И я думаю, что я и зрители будем применять это в действительности. На практике обязательно. С нами был Владислав Медведев, юрист. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам большое. Симферопольцы, да и крымчане в целом, в принципе, очень любят дороги, ямы, автомобили, и все это снимать на камеру. Давайте посмотрим, что произошло на дорогах, да и не только. В Крыму за последнее время. В Севастополе по улице Горпищенко проехать на легковушке непросто. Всему виной ямы. В комментариях отмечают, что эта дорога – важная транспортная артерия для Нахимовского района. Ремонт был в конце прошлого года, но изменений, как вы можете наблюдать, нет. Водитель белого автомобиля, по всей видимости, очень торопится. Итог предсказуем. Виновник ДТП очевиден. Остается важный вопрос. А стоила ли игра свеч? Ведь в итоге и время потрачено зря, и на ремонт придется раскошелиться. Обгон на пешеходном переходе запрещен. Реакция водителя спасла ситуацию. Но зачем рисковать? Секунда времени и трагедия была бы неизбежна. Близ села Муромское Белогорского района грузовик кузовом зацепился за путепровод. Выглядит достаточно эффектно. Обстоятельства ДТП устанавливаются. В комментариях отмечают, что перед каждым мостом стоит знак «Проверь кузов». Водителя автомобиля с регистратором можно назвать «везунчиком». Казалось бы, ничто не предвещало беды. Но внезапно у встречного грузовика лопнуло колесо. Хорошая реакция и правильная скорость помогли избежать ДТП. Перед вами фотографии леса возле улицы Аральская. Кошмар и ужас – самые частые комментарии. Выглядит все очень странно. Много банок развешано на деревьях. Пользователи предполагают, что кто-то устроил там импровизированный тир. Знаешь, чего бы мне хотелось, Саша? Я бы послушала, на самом деле. Мне бы хотелось, чтобы хороших новостей, хороших видео и чего-то позитивного в сети касательно Крыма было столько же, да, больше, чем чего-то негативного. Больше, чем я могу. Хочется добра, да, больше? Конечно, конечно. Поэтому мы сейчас стараемся всех зарядить добром. Позитивом, да, энергией, конечно, да. Потому что, ну, мне кажется, что это даже приближает весну, когда ты вот открываешь новостную ленту и понимаешь, что все хорошо. Кто-то где-то кому-то помог, а кто-то где-то подобрал бездомное животное. Кстати, об этом. У нас для вас есть информация. Ведь вы действительно можете стать героем вот такого случая. Прямо сейчас. И можно действительно не просто совершить добрый поступок, а даже благородный, сделать кого-то очень и очень счастливым. Потому что собаки, они же, они как люди в том плане, что у них тоже есть эмоции, чувства, и они чувствуют хорошее к себе отношение. Вот проходишь, особенно, когда в районе Москальца, вот туда вот наверх, там буквально 20-30 чипированных собак. Я думаю, что и среди них есть такие обаяшки, что как так пройти? Среди них верные друзья настоящие. Знаешь, вот совсем недавно думала о том, что в собаках люди в первую очередь ценят то, что очень хотели бы видеть в окружающих. Ну и в себе, но нередко, потому что... Конечно, это верность, это, ну, верность, преданность, конечно, синонимы, но мне кажется, вы понимаете, о чем я. И это такое радушие, да, вот когда собака видит хозяина, она рада максимально. Вот это абсолютно искреннее чувство, которое ты знаешь, что никто не хочет, чтобы ты для... Ну, он не хочет, чтобы ты как-то его отблагодарил даже, вот нет такого. Это действительно вот это чувство, и нет ничего постыдного в том, что не все люди на это способны, вот такое проявление эмоций, потому что где-то оно сформируется с возрастом, где-то кому-то дано, кому-то не дано, а вот им всем такое ощущение, что дано. Мне кажется, что в случае людей это в каком-то смысле даже мудрость. То есть мудрый человек, он, думаю, умеет любить по-своему, но по-настоящему, искренне, не требуя взамен. Потому что не требовать взамен, ну, это навык, который приходится нарабатывать. Так вот, говоря о мудрости, интересно, как там отдыхают мудрейшие из людей, это, конечно же, наши глубоко уважаемые пенсионеры. Специально для этого мы посылали специального корреспондента, специально-специально, который выяснил, что же там делают пенсионеры и как они отдыхают. А сейчас мы вам это и расскажем. В 60 лет жизнь только начинается. Так могут сказать посетители дневного отделения пребывания пожилых граждан и инвалидов. Здесь они открывают в себе новые таланты, находят интересные занятия, одним словом, весело проводят время. Мы стараемся нашим пенсионерам дать навыки, обучить их, чтобы не грустить дома, а что можно делать, как можно с пользой для себя, для своего здоровья проводить свободное время. Здесь они получат здоровье, здесь они получат настроение, бодрость. Светлана Кузнецова открыла в себе талант художника в зрелом возрасте. Ее отец участвовал в освобождении Крыма и Севастополя. Потом семьей переехали на Дальний Восток, но в 1976 году родители вернулись на землю, за которую воевали. А 7 лет назад из Томска переехала и сама Светлана. Здесь она нашла и друзей, и единомышленников. Здесь же ее посетило вдохновение. Вот эти картины – это работы именно последнего августа месяца 2018 года. Серия картин вот этих, они как спонтанная живопись. В таком центре каждый может найти себе занятие по душе. Пение, танцы, вышивка, лепка, плетение, оригами. Пенсионеры как будто молодеют, занимаясь творчеством. Выполняя эти работы, они вкладывают в них душу. Они отвлекаются, их мысли уходят далеко-далеко от своих проблем. Они любят петь, танцевать. Они получают здесь, ну, как вторую свою молодость. Мы стараемся отдать им свое тепло, сердце, чтобы они чувствовали себя как в семье. Пенсионеры не только устраивают чаепитие, но и совместно отмечают все праздники и дни рождения. Коллектив очень дружный, они посещают библиотеки, выставки, могут бесплатно сходить в кино или театр. Ходим сюда с удовольствием, с радостью. Если кого-то нет, мы скучаем, переживаем, звоним. Почему сегодня не пришли? Какая причина? Заболели? Может, какая-то помощь нужна? Здесь меня встречает такой коллектив, такие вот ведущие у нас специалисты. А зарядка какая, удивительная зарядка. Просто удивительная зарядка, она помогает. Здоровью пожилых уделяют особое внимание. Каждому индивидуальный подход. В отделениях есть тренажеры и опытные инструкторы. Все мы нуждаемся в заботе и внимании. Но особенно это касается людей пенсионного возраста. Здесь они делятся опытом и узнают что-то новое. Попасть в такой центр совсем несложно. Необходимо лишь написать заявление. Оно может быть как в письменном, так и в электронном виде. Также можно обратиться в социальную службу своего района или позвонить на горячую линию Министерства труда и соцзащиты. При каждом учреждении существует комиссия по признанию граждан нуждающимся. Может человек входить в данное направление или нет. Определенный перечень документов собирается. Любой звонок, поступивший даже в наше Министерство труда и социальной защиты, считается, что мы уже все этот звонок отрабатываем. Мы спрашиваем у гражданина, какая проблема, какая причина. Узнаем адрес места жительства. Отправляем туда социального работника на дом. На сегодняшний день в Крыму создано 98 центров дневного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Привлечено почти 800 волонтеров по всей республике. Более 20 тысяч пенсионеров уже имеют возможность интересно проводить свой досуг. Ксения Шарапановская, Андрей Псом. Утро нового дня. Что умеет Ксения, так это правильную мысль изложить в своем репортаже. Захотелось позвонить своим старшим, бабушке, дедушке и спросить, как там у них дела, да и рассказать, как сам. Ну, ты знаешь, пенсионеры сейчас как раз таки могут наслаждаться этим утром своих постелем, а всем остальным пора уже вставать, потому что нельзя проспать. Иначе можно пропустить все эти моменты приятных сборов на работу. Вот это все степенно, размеренно, вдруг превращается так, быстро-быстро собираешься, что-то не успеваешь, опаздываешь, что-то забыл, ключи, вернулся, а потом опять куда-то побежал. Чтобы этого всего не было, пора просыпаться. Чтобы вы не собирались, как ведущие программы Утро нового дня, да, мы вам вот такие светы даем. Но это ладно, работа. Знаете, что вы можете пропустить еще? Прекрасный стрим Александра Ткачева, который прямо сейчас в Симферополе и с нами на связи. Красава и расскажет, как там на улице. Мажор. Здравствуй. Доброе утро, крымчане. Доброе утро, студия. Я сейчас нахожусь в сквере Республики. И всех вас хочу поздравить с прекрасным и очень бодрым утром. Потому что сейчас на улице минус два. Довольно прохладно, ощущается даже более как холодная атмосфера. На самом деле, наверное, чувствуется все минус четыре. Но, тем не менее, всего лишь минус два. По крайней мере, в центре Симферополя. Наверное, на окраинах меньше. Потому что известно, что на 2-3 градуса в центре всегда теплее из-за инфраструктуры. Но радует только то, что сегодня абсолютно ясное небо, не облачко. И, конечно, день будет теплым сегодня. По крайней мере, так обещают синоптики. Сегодня обещают до плюс пяти. Но, тем не менее, я хочу вас, дамы и господа, заверить, что это последний, наверное, теплый день января. О, февраля, прошу прощения. Потому что уже совсем скоро Симферополь, наш солнечный полуостров, вернется в царство Гиперборея. И это не какая-то вербальная аберрация. Действительно, ожидается очень холодная погода. Но начнем с того, что потихонечку, как говорят музыканты, пока-а-пока температура будет опускаться. И вот в эту субботу уже обещают температуру до минус четырех. А в воскресенье до минус восьми. Поэтому доставайте свои спрятанные шубы. Будет холодно. Что же касается исторической ретроспективы, то в этот день максимальная температура была в 1957 году. В этот день отмечалось плюс 21 градус. Почти плюс 22. Что же касается самой холодной температуры в этот день, то она была в 1913 году. И столбики термометров опустились до минус 22 градусов. Вот такой вот размах. Я всем симферопольцам, крымчанам и тем, кто сейчас сидит в студии, желаю прекрасного, теплого дня. И если он не будет теплый атмосферно, я имею в виду климатически, то пускай он будет теплым в душе, в коллективе, в наших семьях. Пускай будет так. И я всем желаю хорошего дня. Студия. Спасибо, Александр. Высокохудожественный стрим, ничего не скажешь, но я надеюсь, что вместо того, чтобы Крым дубал своими ветрами борей, к нам придет теплый и нежный зефир. И это не какая-то вербальная аберрация, это действительно факт, потому что мы вот с Александрой в этой студии сидим и ждем весну. Очень хочется тепла, весны, природы, наслаждения. Тем более, что тепло в первую очередь что нам позволяет? Реже болеть. Ситуация у нас сейчас такая, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на полуострове уже достигла, ну продолжает, во-первых, расти. Во-вторых, в период с 11 по 17 февраля заболело респираторными инфекциями почти 10 тысяч человек. Ну, показатель на 10 тысяч человек населения это почти 50%. То есть очень много, прям-таки неприлично много болеют. Знаешь, я запереживал, как бы наш скаут Александр не заболел, потому что на улице действительно холодно. Вот давай спросим, что думают зрители нашего канала, да и жители города Симферополь на тему гриппа. Прямо сейчас и узнаем. Во-первых, поменьше быть в общественных местах с детьми, а уединяться тогда не будут как бы и поближе где-нибудь к морю, как-нибудь вот так. Наверное, врачи должны больше внимания, жаления уделять. Больше гулять с детьми, больше. Чихать – это первый признак. Кашель, насморк. Сразу надо промывать нос, полоскать. Я не жду, когда они разболеются. Прививку сделать. Мы прививались, еще ни разу не заболели. Ни разу, честно. Свежие прогулки, правильное питание, здоровый сон. Ну, режим для ребенка, я считаю так. Таблетки пичкать – это не наш метод. У нас иногда врачи приходят, смотрят. Прививки недавно делали. Тут уже надо консультироваться у врача. Кто как считает, кто-то прививается, кто-то нет. Варцевые лампы, чтобы везде были. Которые можно даже в присутствии людей. Вот это обязательно, мне кажется, везде надо. Прививки мы делаем каждый год. Вначале, как только прививки объявляют, в сентябре мы делаем уже несколько лет. И заметили, что мы очень, вообще нормально переносим зиму, без гриппа, без ничего. Даже если что-то бывает, но без всяких таких осложнений. Поэтому советуем всем. Нужно есть имбирь с медом, с лимонами и с апельсинами. Вот гриппом не болеют. Народное только, лук, чеснок. И надо на воздухе гулять. И хорошее питание. Больше на улице надо бывать, витамины давать. К терапевту сумасшедшей очереди в таких ситуациях обычно. Чтобы был доступ к терапевту, чтобы было больше специалистов, которые могли бы выходить на дом. Чтобы люди не собирались в поликлиниках, друг друга не заражали заново. Чтобы мамы больных детей не водили. Школа не настолько важна, чтобы больных детей туда запихивать. Я думаю, что, опять же, нормальные, адекватные родители должны ребенка с симптомами простуды оставлять дома. Потому что это честно по отношению к окружающим. И я была бы очень признательна родителям, тем, которые своих больных детей в школу не пускают. Вот все-таки холодно на улице. Что ни говори. Мы можем это говорить наверняка, потому что мы уже открыли на нашем прекрасном экране веб-камеры. В центре города, на площади Ленина, если бы точно, мы видим, что людей-то нет и вовсе. Зато знаешь, что будет на этой прекрасной площади Ленина? 23 февраля в день мужской-мужской праздник. На этой площади планируется выставка военной техники и вооружения с 9 часов утра до 15.00. То есть можно будет прийти в машины, потрогать, посмотреть, детей привезти. Тем более дети такие мероприятия очень любят. А вот уже в половину 11 утра будут показательные выступления военнослужащих вооруженных сил России и Национальной гвардии Российской Федерации тоже на площади Ленина. Поэтому будут очень высущены. Прямо здесь. Так, может быть, мы и посмотрим через веб-камеры. Знаешь, что можно не идти, а открыть дом, посмотреть, порадоваться. А как-то тогда вот эти осязательные моменты. Это были для ребеночка, если это дети. Ты посмотри еще, Саша, что мы видим. Солнце. Да, возле нашей родной телевышки, можно сказать, прямо из нашей студии восходит солнышко. И такое по-настоящему золотое. Конечно же, экрану этого не передать. Я подозреваю, что на улице эти лапсты, это еще красивее. Но посмотри, мы вот впервые, да, наверное, в студии видим настолько яркий восход. Ну, это потрясающе красиво. Надеюсь, вы тоже сейчас наслаждаетесь этой картиной, потому что ярко, красочно. И, ну, вот, наверное, такого солнца я не видела очень давно. Но зато еще могу сказать, если я уже заговорила за 23 февраля, то расскажу, что с 9 утра торжественная церемония возложения венков. К вечному огню будет. Ну, вот потом, как я уже сказала, ну, митинг в 9.30. А вот с 9 до 3 это будет выставка военной техники. Потом, опять же, такие выступления силовиков. И обо 22 февраля, что немаловажно, открытие фотовыставки и молодежная акция флешмоб в рамках Крым про героев. Но это будет все на перекрестке улицы Пушкина и Карла Маркса. Ну, то есть в центре. А мы прямо сейчас в районе Гресс. Посмотрите, здесь тоже восходит солнце. И это просто нечто бело-оранжево-желтое. Вот как вспышка яркая на горизонте. Закрыло половину города. Но это потрясающе красиво. Прямо захотелось оказаться в каком-нибудь теплом месте и насладиться этими лучиками на своем лице. Да, и что уж там, согреть руки. Благо мы можем, потому что у нас специально для вас есть сюжет про путешествия. Давайте посмотрим. Для того, чтобы насладиться природой, далеко не всегда нужно отправляться за 3-9 земель. Симферопольцам в этом смысле повезло особенно, потому что прямо возле города есть прекрасное водохранилище и дендрарий, который раскинулся вокруг. Это место полно неожиданностей и открытий. За ними, собственно, мы и отправились в путь. Начали, конечно, с плотины, самой длинной земляной дамбы в Восточной Европе. Ее высота 40 метров, а длина 554. Великая эпоха сталинской архитектуры завершилась в 1953 году вместе со смертью вождя. В 1955 году Хрущев издает декрет о борьбе с архитектурными излишествами. Плотина была завершена в 1956 году. Но и в ее архитектуре прослеживаются элементы великого стиля – сталинского классицизма. Фонарные столбы – свидетели того времени. Их навершия изящно украшены коринфским ордером. От плотины наша дорога пролегла по изрезанному бухтами берегу на юг. Под невозмутимой водной гладью скрывается малознакомый мир. В озере обитает карась, зеркальный карп, судак, щука и несколько видов моллюсков. В самой глубокой части водоема может уместиться 12-этажное здание. Прогуливаясь тут, сложно представить, что раньше эти места были пустынными степями. Лес здесь появился после постройки водохранилища и распростерся на 600 гектаров. Его называют Симферопольским дендрарием. Большая часть насаждений – сосны, десятки тысяч деревьев. Для засушливого Крыма они имеют особое экологическое значение. Противостоят эрозии и задерживают почвенную влагу. Сосна крымская или сосна палаца является крымским эндемиком. Ее ближайший брат Близнец – сосна черная европейская. По сути, они признаны одним видом. Хвоя этих деревьев при благоприятных условиях достигает в длину больше, чем 20 сантиметров. А с возрастом сосны приобретают зонтикообразную форму. Под их ветвями создается непроницаемый полок – густая тень. Отсюда и название – сосна черная, пинус нигра. В общей сложности в Симферопольском дендрарии произрастает более 20 видов сосен. За моей спиной сосна судакская. Она же сосна станкевича, она же сосна каламбрийская, она же сосна пицунская. Отличается от крымской, она формой хвои, побега и шишки. Шаг за шагом мы с оператором приближаемся к острову Сафу-Кая, название которого переводится как «Скала мудрости». В момент полного заполнения водохранилища этот узкий перешеек затапливается, и мыс превращается в полноценный остров. До заполнения чаши водохранилища в районе скалы находилось татарское поселение Джиен-Сафу, где располагался мусульманский монастырь. Большая часть главной гряды крымских гор сложена верхнеюрскими мраморовидными известняками. Этот остров – единственный в Крыму выступ пермских известняков, который гораздо-гораздо старше. Какая-то неведомая тектоническая сила перевернула пласты пород с ног на голову. Возраст этих пород – 230 миллионов лет. В их толщина всегда запечатана палеозойская фауна, простейшей, которыми в то время была представлена жизнь на планете. Пейзажи тех эр были безрадостными, но сегодня зеленые картины радуют взгляд. Создание дендрария – заслуга лесовода Максима Печенкина. Он решил адаптировать в предгорном Крыму уникальные растения со всего мира. Этот куст должен был вырасти в огромное прекрасное дерево. Это дуб каменный. Такие растут в Ялте. К сожалению, культура не выдерживает морозы ниже 20 градусов. Поэтому здесь в холодные морозные зимы она обмерзает под корень и растет в виде порослевой культуры. В постсоветское время дендрарий был заброшен. Ценные растения коллекции почти все погибли, а сам лес зарос сорными породами. Ну вот мы и достигли главной цели путешествия – пихтовая роща. Такому разнообразию видов может позавидовать даже ботанический сад. Здесь произрастает пять видов пихт – испанская, греческая, алжирская, кавказская, одноцветковая. Многие люди путают эти благородные деревья с елями. Но на самом деле отличить их довольно просто. Шишки елей всегда свисают вниз, а у пихт смотрят в небо. Сидят на ветках будто снегири. Пихта испанская – самая южная из пихт, произрастающих в предгорном Крыму. Дальше Симферополя, севернее, она не растет. У нее совершенно уникальная хвоя. Она похожа на веточки пластмассовой елки. Удивительнее всего, что все эти заморские гости прекрасно себя чувствуют на крымской земле. И даже дают множественный самосев. Две последние теплые зимы позволили хвойным сеянцам подрасти. И теперь они стремятся к солнцу. Но лишь единицам удастся выдержать конкуренцию другой флоры и стать полноценным членом уникальной пихтовой рощи. Крым удивительный и прекрасен. Вдохновляйтесь его природой и путешествуйте. Александр Ткачев, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Незаметно пролетел час и на часах ровно 8. А это значит, что мы идем в прямом эфире уже 60 минут. Кстати, на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. А еще час. Впереди еще час. И мы уже настоятельно рекомендуем проснуться даже самым ярым лежебоком. Совом. Совом. Да, или сычем. Не знаю, кто какая птица. Ну, а мы в любом случае ранние птицы, утренние, поющие. Да, это правда. Те еще жаворонки. Ну, что поделать, по крайней мере, это не самый худший вариант. Но и если уже начинать свое утро, то нужно делать его информативным. Правильно? Конечно. Полезным в первую очередь. Ну, и для того, чтобы у вас действительно уже не осталось сомнений, и вот все уже проснулись максимально и чувствовали себя бодрыми, а те, которые уже проснулись чуточку раньше, помешивали вкусный заваренный чай и просто наслаждались им. Расскажем о новостях. Подготовка к курортному сезону уже началась. Жители Алубки через несколько месяцев получат обновленную автостанцию. Два года здание было закрыто из-за аварийности. Елена Байрамова расскажет, где еще в этом году построят или откроют новые автовокзалы. В межсезонье в Алубке людей немного. Это специфика южнобережных городов. В этот период регион отдыхает от большого потока туристов. Вера живет здесь много лет. Вспоминает, как раньше выглядела автостанция, которую закрыли два года назад. Отдыхающие могли приехать, зайти туда. Или перед тем, как им ехать в Севастополь, допустим, они заходили, сидели там в тенечке, все. Там же кассы, там же все нормально, цветы кругом стояли. У нас же ведь это же называется район автостанции. Я когда приехала, вот этого ничего не было. Была только одна автостанция и аптечная, вот там горюк и все. С 97-го года я здесь живу. Купить билеты можно в этом окошке. От дождя, снега или палящего солнца под этим навесом не спрятаться. На улице неудобно. Конечно, нужно, чтобы восстановили внутри здание. И здесь ветер бывает, и солнце, и дождь, и всякая погода. Люди стоят в очередь. Это сейчас нет очередя. А летом, конечно, будут люди. Конечно, удобнее. Здание стоит пустое. Надо восстанавливать. Нужно, чтобы были лавочки вне, где внутри можно было присесть, чтобы был санузел. Закрытие автостанции – вынужденная мера. Находиться внутри аварийного здания было опасно. С тыльной стороны здания подтекание было. Пытались мы просанировать данную ветку канализации, чтобы она не протекала. Но, к сожалению, этого не получилось, потому как она разрушена. На ней находятся строения. Новая ветка канализации будет спускаться с той стороны здания. Подключать в нее мы будем в том числе и туалет автостанции. И полностью уйдем на дворцовое шоссе уже новой веткой. Диаметром, я думаю, будет 200. Сюда сложно пройти техники. Мешают не только строение, но и горная местность. Чтобы добраться до прогнившей канализации, специалисты копают землю вручную. Замена труб займет несколько недель. После этого Крымавтотранс приступит к ремонту крыши, подключению санузла, внутренней и внешней отделке помещения. Архитектурный стиль фасада здания при реконструкции не изменится. При этом для комфорта и безопасности пассажиров пункт продажи билетов будет перенесен с улицы внутрь здания. Всего в Крыму больше 60 автостанций и кассовых пунктов. В этом году их станет больше. Планируется открытие трех модульных автостанций. Это и Белогорск, это и Октябрьская, это у нас и Ленина. Планируем три автостанции уже закуплены, проводятся подготовительные работы. Вот это Советская, Нижнегорская и Красногвардейская. В курортный сезон жителям Алубки и туристам больше не придется ютиться под навесом без всяких удобств. Обновленная и безопасная автостанция начнет работать к середине мая. Елена Байрамова, Ситмимит Кукчиев, Новости 24, Алубка. За пять лет нет ни единого детского сада в Симферополе, в котором бы не улучшили материально-техническую базу. После Крымской весны шесть модульных детских садов открыли для малышей свои двери в столице. В гостях у детей побывала Анна Ничеговская. А тут сильный ветер налетел, закружил и завертел. Рассказали сказку, провели физкультминутку, поиграли в испорченный телефон. Пока дети развлекаются, повара готовят еду для малышей. Плиты очень удобные, мясорубки работают, вся техника работает, овощерезки, все-все работает. Нам очень нравится. Суп и плов уже готовы, а на ужин в духовке запекаются булочки. Этот модульный детский сад открыли в апреле 2016-го. Не помешала строительству и энергоблокада. Сразу было все необходимое. Ковры, шкафы, кровати и самое главное для малышей – игрушки. Здесь было все. Нам жаловаться грех, потому что очень много батарей. Очень тепло в детском саду. Мы даже перекрываем иногда батареи, потому что жарко, действительно жарко. Детский сад при 37-й школе тоже строился в условиях энергоблокады. Это, кстати, первое модульное дошкольное учреждение в крымской столице. Называется «Росиночка», потому что благодаря воссоединению Крыма с Россией появился детский сад в районе Украинка. Такое возможно было раньше? Ну нет, конечно. С каждым годом мир безопасности здесь усиливаются. Кроме тревожной кнопки установлена охранная сигнализация. Если кто-то попытается взломать электронный замок и пройти внутрь, тут же сработает сигнализация. По периметру всего детского сада и в коридорах установлены камеры видеонаблюдения. Следить за территорией дошкольного учреждения можно по этому монитору. После обеда сразу спать. Режим дня строго соблюдается. Пока дети отдыхают, воспитатели придумывают для малышей развивающие игры. У нас получился такой проект дидактический, переносной. Здесь дети и играют, и обучаются правилам дорожного движения. Воспитанники детского сада номер 5 изучают ПДД по-другому. Установлены знаки, обозначены пешеходные переходы. И дети на самокатах, на велосипедах постигают азы дорожной азбуки уже сразу на размеченной площадке. Это дошкольное учреждение работало с 1969 года. В 90-е закрылось. В 2014-м ничего не напоминало о том, что когда-то здесь играли дети. Выбитые окна, надписи на стенах, разрушенная крыша. Реконструкцию провели в российском Крыму. Деньги выделили, как и на уже два упомянутых детских садика из федерального бюджета. Сейчас в Симферополе работает 56 детских садов. За этот период, за 5 лет, наверное, нет ни единого из 56 садов, чтобы не было что-то конкретное сделано по укреплению или по улучшению материально-технической базы. После Крымской весны 6 модульных детских садов открыли свои двери для малышей в Симферополе. В 2019-м году заработают еще 5 модульных детских садов. Анна Нечевовская, Андрей Трещук, Новости 24. Ну и еще одна новость, которую не оставит равнодушные ни женщины, ни мужчины. Мне кажется, лекарство от старения прошло первый тест. Это препарат, который помогает очищать организм от токсичных клеток, от старых клеток. И некоторые специалисты даже предполагают, что эта технология может замедлить старение здорового человека. Но, правда, пока не ясно, насколько это лекарство, этот препарат здоровый и эффективный. Насколько это безопасно, еще никто не знает, мне кажется. Ну, ради молодости обычно люди на что только не идут. Но, конечно, все нужно делать с умом, потому что в каждом возрасте есть прекрасное. Конечно, это напоминает мне тот извечный спор, какой чай полезнее, какой чай больше омолаживает и тонизирует. Зеленый в нем, мол, больше антиоксидантов. Или черный, он заряжает энергией. Хотя я знаю, в зеленом и кофеина даже больше. Больше, больше. Вообще, это интересный вопрос. Если люди, которые с утра не заваривают чай. Вот ты говорила перед выходом на плазму, при том, как рассказать новости, вот заваривайте чай. Действительно, я каждое утро завариваю чай с сахаром. Сахаром, каюсь. Саша тоже, насколько я понимаю, любит с утра пить чай. Да я полагаю, что все наши телезрители. Еще мне интересно вот что. А есть ли люди, которые в кинотеатрах не покупают и не едят попкорн? Я. Не покупаешь и не ешь. Вот уникальный человек сидит, потому что я сам выступаю за здоровое питание, но не похрустеть кусалаткой и карамельной кукурузой в кино. Не могу себе в этом отказать. Просто не могу. А еще не могу отказать себе в том, чтобы не показать вам, какие самые интересные мероприятия запланированы на ближайшие дни прямо сейчас. Только на сцене Национального академического драматического театра имени Горького. Премьера. Эксклюзивная комедия, написанная драматургом Рикардо Пипа и поставленная режиссером Маттео Спиацци. Итальянский спектакль о любви. Любви к девушке, незнакомцу, молодости, плотским утехам, материальным благам и розыгрышам. Действие происходит в самом романтическом городе мира – Венеции. Солнце, море, серенады, тайны, интриги, карнавал, вулкан страстей и непревзойденного итальянского юмора ждут вас на спектакле «Виво комедия». Еще одна комедия на сцене театра имени Горького. На этот раз события происходят не только на Земле. Четвертая планета – лирическая история в стиле ретро о пространстве, времени, далекой юности и первой любви. Красный песок Марса обратится раскаленным асфальтом Московской улицы. А в воздухе повиснет вопрос – можно ли вернуться назад в прошлое. Понравиться отцу своей невесты – задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью Ирой. Но отец Анатолий не готов отдать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен специальный план. Однако будущему тестю и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете. Все это вы и увидите в российско-китайском комедийном фильме «Как я стал русским». На большие экраны выходит еще одна отечественная комедия «Семь ужинов». После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются. Когда жена просит развод, главный герой понимает – он не готов отпустить близкого человека – и уговаривает жену протестировать методику восстановления отношений. Все просто – они должны будут отужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые условия. Ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека. Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается. Что будет дальше – узнаете при просмотре фильма. Мне кажется, хороший способ еще, чтобы помириться, не какие-то такие конкурсы устраивать, а просто съездить вдвоем на природу, допустим. Просто провести вместе время, побыть наедине и насладиться тем прекрасным. Главное, чтобы прекрасное вас что-то окружало. А в Крыму это не проблема, мне кажется. Главное – заправить машину. Знаешь, не только на природу, да в целом поездка в автомобиль с любимым человеком по ночному городу под неоновые огни и хорошую музыку может, главное, не нарушать скоростной режим, может действительно быть терапевтической, может быть лечебной. Ну, это правда. Но Саша права еще кое в чем. Нужно автомобиль заправить. Об этом я вам сейчас и расскажу. Следуем за мной, поговорим о ценах на бензин на сегодняшний день. Ну, что же, ситуация фактически неизменна. Газ все еще самый дешевый на рынке – 28 рублей 19 копеек. Оно и правильно. Кстати, газовые установки ставят специально, чтобы, насколько я понимаю, экономить на затратах на топливо. Дизельный топливо стоит 51 рубль 27 копеек. Немного дешевле 92-й. 47 рублей 17 копеек. 95-й – ясное дело, дороже 92-го. 50 рублей 25 копеек. 98-й бензин стоит 56 рублей 59 копеек. Приличная разница в цене. Думаю, она окупается, особенно если заправляешь правильный двигатель правильным бензином. Теперь поговорим про то, что же происходит на рынке валют. Доллар и евро имеют не совсем стабильный ситуацию на этот момент. Они то немножечко растут, то немножечко падают. И сегодня как раз тот день, когда обе эти валюты слегка упали. Для кого-то новость радостная, для кого-то не очень. 66 рублей 24 копейки стоит единица доллара. А вот единица евро стоит 74 рубля 90 копеек. Повторюсь, обе валюты сейчас немного понизились. Что будет дальше, буду держать вас в курсе. Такие цены сейчас на рынке. Горючего топлива. Да, любое топливо горит, которое мы на данный момент заправляем в автомобиле. Кроме разве что электричества о нем мы еще не сообщаем. И такая же ситуация на рынке валют. Кстати, про электричество на самом деле жду не дождусь, когда в Крыму появятся электромобили. Сам бы с удовольствием себе приобрел, если бы было где заряжать. Ну, мне кажется, что это будет, во-первых, для этого нужно нормальные дороги все в порядок привезти, чтобы этот электромобиль сразу не развалился. Во-вторых, это будет достаточно затратная такая техника. Поэтому, конечно, хотелось бы, но надо немножко еще подождать. Ну, мы подождем. Я думаю, что это окупится с лихвой, потому что электромобиль, несмотря на все мифы вокруг него, все-таки экологичнее, более чистый. Да и он более безопасный. Насколько я знаю, на них есть система автопилота и прочего. И, в конце концов, приятно знать, знаешь, зарядил телефон, зарядил машину, зарядил часы, если у кого-то есть специальные часы. А вот смотри, допустим, ладно, когда у тебя закончился бензин по дороге куда-то, ты можешь остановить проезжающую машину, перелить, привезти, а зарядку... Ты можешь чипнуть кусочек аккумулятора, засунуть в свой. Я, на самом деле, не знаю. Скорее всего, вообще, последние разработки говорят о том, что автомобили будут со сменными питательными ячейками. То есть, аккумулятор будет меняться так же легко, как батарейка в пульте. И поэтому запасной аккумулятор можно будет поставить в любой момент. Насколько я понимаю, вот, а что не изменится, хотя технологии идут стремительно, так это то, что на автомобилях останутся авторегистраторы. И уверен, что крымские автолюбители никуда их не денут, какой бы автомобиль у них не был, хоть летающий. Давайте прямо сейчас посмотрим, что эти прекрасные приспособления засняли на дорогах полуострова в эти дни. В Севастополе по улице Горпищенко проехать на легковушке непросто. Всему виной ямы. В комментариях отмечают, что эта дорога – важная транспортная артерия для Нахимовского района. Ремонт был в конце прошлого года, но изменений, как вы можете наблюдать, нет. Водитель белого автомобиля, по всей видимости, очень торопится. Итог предсказуем. Виновник ДТП очевиден. Остается важный вопрос – а стоила ли игра свеч? Ведь в итоге и время потрачено зря, и на ремонт придется раскошелиться. Обгон на пешеходном переходе запрещен. Реакция водителя спасла ситуацию. Но зачем рисковать? Секунда времени и трагедия была бы неизбежна. Близ села Муромское Белогорского района грузовик кузовом зацепился за путепровод. Выглядит достаточно эффектно. Обстоятельства ДТП устанавливаются. В комментариях отмечают, что перед каждым мостом стоит знак «Проверь кузов». Водителя автомобиля с регистратором можно назвать «везунчиком». Казалось бы, ничто не предвещало беды. Но внезапно у встречного грузовика лопнуло колесо. Хорошая реакция и правильная скорость помогли избежать ДТП. Перед вами фотографии леса возле улицы Аральская. Кошмар и ужас – самые частые комментарии. Выглядит все очень странно. Много банок развешано на деревьях. Пользователи предполагают, что кто-то устроил там импровизированный тир. Импровизированный тир требует ружья, как минимум пневматического. Но есть ружье и более правильное, и более полезное. Как из мультика «Простоквашино» – фоторужье. Точно! И вот у нас есть такой охотник на прекрасные виды. Мастер вербальных аберраций Александр Ткачев прямо сейчас на линии. Доброе утро, крымчане! Доброе утро, все те, кто сидят в студии за пультом режиссерским. Я сейчас нахожусь в сквере, который называется «Казанский». На улице по-прежнему холодно, минус, наверное, один. Но всходит солнце, мы видим, как красиво оно украшает своим замечательным золотым сиянием городскую администрацию. И, очевидно, очень скоро потеплеет. Но нахожусь я здесь неспроста. Дело все в том, что городская администрация нашего славного Симферополя проводит на своем сайте конкурс по, согласно ФЦП, в федеральной сферовой программе по реконструкции скверов. И вот один из них, этот сквер «Казанский», он, скажем так, находится в рейтинге на голосование. Каждый симферополец, кто обеспокоен судьбой своего города, может зайти на сайт администрации города и на сайте проголосовать за тот сквер, который, с его точки зрения, наиболее требует реконструкции. В общем, в перечне находится 11 объектов. Это сквер Сергия Радонежского, Екатерининский парк, общественная зона, Белая 4, Марьина 2, фонтаны. В общем, повторюсь, 11 пунктов есть в этом меню. Только что, буквально полчаса назад, я лично провел такое мероприятие и проголосовал. Очень удобно построена вся система, то есть перед гражданином, который решает провести голосование, появляется список парков, и нужно поставить оценку по десятибальной шкале. Наименее ухоженный парк и наиболее ухоженный. По результату этого голосования будет составлен список, и сквер, который наберет наибольшее количество голосов, как наименее благоустроенный будет, подвергнут реконструкции. Такая информация. Поэтому каждый симферополист, кто беспокоится о судьбе своего города, о своей южной столице, должен непременно это сделать. Ну а всем я желаю хорошего дня, более теплого, чем это утро. Пускай он будет солнечный. Студия. Спасибо, Александр. Спасибо, Саш. Ну а чтобы мы подвергли реконструкции не только скверы, а еще и нечто другое прекрасное, мы подготовили специальный сюжет, но там не нужно ничего реконструировать, ничего, а нужно просто смотреть и наслаждаться. Замечательным и прекрасным все, как любит Александр Ткачев. Крымский стиль. Это часть проекта «Крымский стиль», который объединил более ста мастеров, проявляющих интерес к уникальной культуре полуострова. Цель проекта – возрождение нашей древней тысячелетней культуры крымской, которая сохранилась именно в культуре крымских татар. И мы не только возрождаем, но и развиваем ее. То, что вы видите, это и возрождение, и развитие. На основе этого языка мастера создают свои произведения. То есть мы создаем полноценное современное искусство на традиционной древней основе. Здесь представлены около 50 работ керамиста Эдема Ганиева. Вот уже 15 лет мастер создает многоцветные керамические изделия в технике майолики. Для их изготовления используют обожженную глину и расписную глазурь. Эдем рассказывает, процесс создания очень трудоемкий и кропотливый, но результат стоит того, радует глаз. Каждый из моментов в этой работе очень важный. То есть, естественно, начинается все с подготовки материала. То есть его необходимо найти, необходимо подготовить. Материал – это глина крымская, потом обжиг, потом покраска, нанесение глазури, потом опять обжиг, и потом получаются такие прекрасные работы. Все его работы выполнены из натуральных материалов с элементами традиционного орнамента. В изделие Эдем вкладывает глубокий символический смысл. Это символ семейного очага. То есть сосуд – это как символ семейного очага. Вот этот треугольничек – это символ женщины, которая в этой работе олицетворяет хранительница очага. То есть как хранительница очага. Это женские знаки, которые окружают. А этот гранат – символ достатка, да, то есть берегет. Вот эти мечи – это символ мужчины, который дом охраняет, оберегает благополучие, то есть спокойствие в этом доме. То есть смысл вот такой этой работы. Стены выставочного зала, украшенные многоцветными килимами Сабрие и Юповой, создаёт мастерица своей работы из шерсти, а окрашивает по древней технологии натуральными растительными красителями. Я рада, что внесла в нашу культуру то, что я умею. Стараюсь обучить учеников и продолжать буду работать по силе возможностей. Сегодня ткачество – это настоящее искусство. Оно было модным среди женщин, как многие годы назад, так и сегодня пользуется популярностью. Примечательным является техника создания натуральных красителей разноцветных оттенков. Если говорить о культуре крымских татар, то здесь слишком яркие цвета. Характерной никогда не были. Наоборот, применялись нежные пастельные оттенки. В своих произведениях современные мастера возрождают древнюю традицию окрашивания. Они употребляют только мягкие и сдержанные тона. Выставка «Крымское соцветие» будет радовать крымчан до конца февраля. Где каждый желающий может ближе познакомиться с традиционными ремеслами крымских татар. Ничего не скажешь. Действительно красиво и действительно здорово, что люди посещают такие мероприятия, да и организовывают такие мероприятия тоже. Но мало того, что организовывают мероприятия, так мне кажется, они делают еще много добрых дел. А добрые дела всегда делать не просто приятно, а и почетно. Конечно. Да и мне кажется, что добрые дела возвращаются так называемым бумерангом обратно в руки. О добрых делах можем вам сейчас рассказать, да и подсказать, что вы можете сделать. А можете вы, например, взять домой прекрасную собаку, которая очень нуждается в теплой и любящей семье. Элиза. Потрясающая собака с отличным характером. Она замечательно ладит с людьми, с детьми дружелюбно. Не собака, говорят волонтеры, а сказка. Привита. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Да и помимо всего прочего, собака может быть замечательным охранником или сторожем. Конечно, ей не обязательно быть злой или большой. Я думаю, ты видел в интернете много картинок, когда надпись «Осторожно, злая собака», а рядом сидит пес, улыбается во всю морду и виляет хвостом. И очень часто бывает, что какой-нибудь маленький пес, такой малыш, их еще звоночками называют, когда такие «тран-тран-тран», «гав-гав-гав». Да, верно. Но совсем скоро мы войдем в ту эпоху, когда нам не будет хватать защиты наших четырноногих друзей. Я говорю про эпоху цифровых и кибернетических технологий, имплантируемых в тело. Российские ученые совместно с коллегами из Оксфорда разрабатывают очень важную вещь – защиту для нейроимплантов, которые будут вживляться прямо в голову. Конечно, импланты сейчас на рынке не купишь, но их задача – подготовить защиту до того, как продукт выйдет на массовый рынок. И о чем это нам говорит, Саша? Да о том, что уже планируют продукт вывести на рынок. Мало того, что планируют, так еще, в принципе, наш век технологий информационных привел к тому, что уже практически ничего нельзя скрыть. Что бы ты ни сделал, это увидят, это услышат, это покажут. Например, даже как в нашей интернет-подборке, которую мы подготовили специально для вас. Хвастовство до добра не доведет. Особенно, когда исполняемые трюки опасны для окружающих. Свой урок получил водитель маслкара. В сеть попали кадры, как во время резкого ускорения происходит поломка, и на ходу автомобиль теряет задний мост. Благо, скорость была не критическая, и гонщик уцелел. А вот болид, увы, придется сдать в ремонт. Если друг оказался вдруг. Упавшего с 12-метровой высоты мальчика буквально спасло плечо товарища. На видео, стоящий на улице ребенок, пытаясь поймать падающий предмет, невольно становится посадочной площадкой для приятеля. Конец счастливый, все оказались целы. Трехочковый. Школьный учитель сделал слэм-данк перед учениками. Причем не простой, а акробатический. Конечно, уроком физики это не назовешь, но, судя по реакции учеников, авторитет преподаватель себе заработал. Так держать. Пассажиры раскачали поезд в Подмосковье, чтобы спасти застрявшего между ним и пероном человека. На видео в едином порыве люди толкают многотонную машину. В итоге пострадавшего удалось достать. Вот на что способен коллективный труд и взаимопомощь. Крыса стала невольным участником гонок на санках в Канаде. По сети разлетелся ролик, в котором грызун на полном ходу врезается в одного из лидеров заезда. Видимо, от испуга малыш еще какое-то время движется по направлению к финишу. Но все же пальму первенства пришлось уступить. Морозные новости. В Норильске выпало экстремально много снега. В интернете появились кадры того, как местные жители борются с сугробами. Еще пару сантиметров и придется рыть тоннели, шутят в сети. И правда, как минимум без снега ступов там сейчас никак. В Новокузнецке выпал черный снег. Сугробы там поменьше, но не менее впечатляющие. Пользователи утверждают, что все дело в работающих заводах. По факту происшествия прокуратура уже начала проверку. Пока ясно одно – отмывать машины предстоит очень долго. И как раз следом еще одна новость из интернета. Ученые выяснили, сколько деревьев нужно посадить, чтобы наступило глобальное потепление. Интересно? Сколько интересно, да? Всего около 1 триллиона 200 миллионов деревьев. Но не все так плохо. На самом деле на планете полно просторных мест для высадки такого количества деревьев. И по расчетам ученых в до-человеческую эру на Земле росло около трех миллиардов деревьев. Миллиардов? Нет, это прямо огромное... Триллиардов! Даже триллиардов? Триллиардов! А я думаю, что какие-то у меня миллионы. Нет, ну так даже миллиарды – это много. А тут еще и триллиарды. Я не могу представить даже такой объем деревьев. Это просто колоссально. Интересно, куда они ушли? Ну, полагаю, что на строительство и на ремонты. Ну, и в этом тоже... Как бы ситуация, может быть, не самая классная, но без этого было никак. Нужно было строить корабли, нужно было открывать разные континенты. Поэтому это была необходимость. И осуждать за это не стоит. Главное, мы можем исправить ситуацию в данный момент. Да и к тому же уже существуют более современные способы строительства и восстановления. архитектурных сооружений, да и технических средств. Тем более, в 21 веке мы можем уже обходиться и с помощью каких-то экологичных материалов, так и сократить число дерева, используемого при строительстве. Количество. И нам есть с кем об этом поговорить. Вообще не прямо об этом, но о вопросе схожем. Вопросе, касающемся жилищного... Вопросе жилищном. Правильно? Да, и нас уже ждет гость. Не будем заставлять, ждать Элину Васильевну Акулову. Это замначальника инспекции по жилищному надзору Республики Крым. Доброе утро вам. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, крымчане. Ну, хотелось бы спросить. В первую очередь, мы же все платим за капитальный ремонт. Как у нас сейчас тарифами регулируется? Капитальный ремонт у нас установленный внос в размере 6-16 рублей с квадратного метра. Он пока не меняется, и граждане ежемесячно оплачивают взнос на капитальный ремонт. Ну, то есть все стабильно проходит, все выплаты, да? Выплаты происходят стабильно, но, к сожалению, собираемость взносов в фонд капитального ремонта по Республике Крым недостаточно. Если на материке взносы на капитальный ремонт собираемость около 90%, то крымчане в среднем оплачивают около 50% необходимой суммы. То есть все-таки не все добросовестны, да? Ну, пока, учитывая то, что в Республике Крым программа капитального ремонта была принята на два года позже, чем на материке, естественно, пока, к сожалению, уровень доверия к самой программе, потому что все дома будут отремонтированы, он недостаточный. Поэтому и оплачивают не так, скажем так, стабильно, как платежи за жилищные услуги. Ну, я вот знаю, что действительно, вот мы выезжали на разные сюжеты материала, что очень много где меняют крышу, меняют кровлю зданий. Опять же, такие фасады у нас мы можем видеть в центре города сейчас, особенно, вот в первую очередь, в центре города, да, самонаглядные такие случаи, когда там новые фасады абсолютно на зданиях. Да, программа, я еще раз подчеркиваю, что программа капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым, она реализуется. Фактически, работы начали выполняться только с 2017 года, основная масса была выполнена в 2018 году. И, в принципе, есть ролики, видеоролики, да, которые показывают, как стало после капитального ремонта. Понятно, что у нас на территории Республики Крым около 14,5 тысяч многоквартирных домов, и отремонтировать все за один год просто невозможно. Вот, поэтому, конечно, поэтапно будут отремонтированы все дома, и, конечно же, хочется призвать граждан все-таки относиться серьезно к уплате взносов на капитальный ремонт, потому что за неуплату все равно предусмотрены штрафы, предусмотрены пенни и взыскания в принудительном порядке. А большие штрафы еще раз? Да, это действительно интересно, большие ли штрафы? Пеня, на самом деле, она небольшая, это до 1,300 ставки рефинансирования. Но в любом случае, когда приходят судебные приставы и взыскивают принудительно сумму задолженности, это не совсем приятная ситуация. Мало приятного, действительно. Но некоторых крымчан все же можно нисколько понять, а понять их скепс и проблему. Дело в том, что за капитальный ремонт собирают и в тех домах, которые, по сути, уже непонятно, как можно отремонтировать. Это, пожалуй, одна из основных жалоб тех, кто не скидывает за капитальный ремонт. Вот, опять же, по выездам, по опыту интервьюирования знаем, что многие скептически относятся к тому, что их дома, в принципе, возможно отремонтировать. Ну, на самом деле, пока дом не признан аварийным и непригодным для проживания, он подлежит капитальному ремонту. Поэтому, в любом случае, нужно ремонтировать. Понятно, что у нас у органов местного самоуправления нет достаточного маневренного фонда для расселения граждан из аварийного жилья. Да, программа расселения из аварийного жилья, она реализуется. Вопросом занимается Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с органами местного самоуправления. Но капитальный ремонт при этом никто не отменял. То есть мы платим и дома ремонтируют. Ну, а сумма сейчас фиксирована, определенная для всех многоквартирных домов? 6,16 квадратного метра. 16 квадратного метра, это надо прикинуть у каждого, сколько квадратных метров и посчитать. Я так прямо сейчас и не скажу. Но это не так много в любом случае. Не зависит от того, сколько людей проживает в квартире же, правильно? Нет, квитанцию получает собственник помещения, независимо от количества проживающих. Плюс еще есть льготы, льготная категория граждан. То есть есть федеральные льготы по инвалидности и так далее. Есть льготы гражданам пенсионного возраста, старше 70 и старше 80 лет. Но вопрос льгот на капитальный ремонт, вопрос оплаты взносов, он регулярно освещается, в том числе в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя», когда представители фонда, депутаты выезжают на места в городские и сельские поселения и подробно отвечают на все вопросы граждан, в том числе по вопросам капитального ремонта, по вопросам начисления льгот. Я вот знаю, что и в Патуре очень много домов, тоже как для примера, где именно с помощью капитального ремонта их привели просто в отличное состояние. Но там уже, наверное, это местные жители придомовую территорию облагораживают. Это капремонт не распространяется? Нет, есть определенные виды, относящиеся к работам по капитальному ремонту. Это ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт инженерных сетей внутридомовых, также это ремонт фундамента и ремонт подвала. Все остальные работы не входят в работы по капитальному ремонту, но при условии, если граждане принимают решение формировать, например, денежные средства на специальном счете, они могут принять решение о сумме сбора средств на фонд капитального ремонта более чем 6,16. Тогда за дополнительные деньги можно провести, например, энергоэффективный капитальный ремонт, например, установить общедомовые приборы учета или утеплить фасад. Это те работы, которые не предусмотрены в рамках программы капитального ремонта. На голосовании, наверное, да, вот так вот. Все принимается, да, такие решения принимаются на общем собрании собственников в помещении, да, и являются обязательными для всех. Ну что же, в любом случае в список капитального ремонта входит достаточно большое количество, объем мероприятий, которые могут привести в дом, скажем так, товарный, приятный рабочий вид. Это замечательно, это была полезная информация. Большое вам спасибо. Спасибо. Я напомню, что с нами была Акулова Элина Васильевна, замначальника инспекции по жилищному отзору Республики Крым. Спасибо вам большое за беседу. Конечно, спасибо. Но отдыхать нужно не только дома. Иногда из дома полезно выбраться и посетить какое-нибудь заведение, а может быть и какой-нибудь клуб. Кстати, это касается не только тех, кто работает, а и тех, кто уже находится на отдыхе в принципе. Я говорю про пенсионеров. Давайте посмотрим вместе, как отдыхают пенсионеры и чем они занимаются. В 60 лет жизнь только начинается. Так могут сказать посетители дневного отделения пребывания пожилых граждан и инвалидов. Здесь они открывают в себе новые таланты, находят интересные занятия, одним словом, весело проводят время. Мы стараемся нашим пенсионерам дать навыки, обучить их, чтобы не грустить дома, а что можно делать, как можно с пользой для себя, для своего здоровья проводить свободное время. Здесь они получат здоровье, здесь они получат настроение, бодрость. Светлана Кузнецова открыла в себе талант художника в зрелом возрасте. Ее отец участвовал в освобождении Крыма из Севастополя. Потом с семьей переехали на Дальний Восток, но в 1976 году родители вернулись на землю, за которую воевали. А семь лет назад из Томска переехала и сама Светлана. Здесь она нашла и друзей, и единомышленников. Здесь же ее посетило вдохновение. Вот эти картины – это работы именно последнего августа месяца 2018 года. Серия картин вот этих, они как спонтанная живопись. В таком центре каждый может найти себе занятие по душе. Пение, танцы, вышивка, лепка, плетение, оригами. Пенсионеры как будто молодеют, занимаясь творчеством. Выполняя эти работы, они вкладывают в них душу. Они отвлекаются, их мысли уходят далеко-далеко от своих проблем. Они любят петь, танцевать. Они получают здесь, ну, как вторую свою молодость. Мы стараемся отдать им свое тепло, сердце, чтобы они чувствовали себя как в семье. Пенсионеры не только устраивают чаепитие, но и совместно отмечают все праздники и дни рождения. Коллектив очень дружный, они посещают библиотеки, выставки, могут бесплатно сходить в кино или театр. Ходим сюда с удовольствием, с радостью. Если кого-то нет, мы скучаем, переживаем, звоним. Почему сегодня не пришли, какая причина, заболели, может, какая-то помощь нужна. Здесь меня встречают такой коллектив, такие вот ведущие у нас специалисты. А зарядка какая, удивительная зарядка. Просто удивительная зарядка, она помогает. Здоровью пожилых уделяют особое внимание. Каждому индивидуальный подход. В отделениях есть тренажеры и опытные инструкторы. Все мы нуждаемся в заботе и внимании. Но особенно это касается людей пенсионного возраста. Здесь они делятся опытом и узнают что-то новое. Попасть в такой центр совсем несложно. Необходимо лишь написать заявление. Оно может быть как в письменном, так и в электронном виде. Также можно обратиться в социальную службу своего района или позвонить на горячую линию Министерства труда и соцзащиты. При каждом учреждении существует комиссия по признанию граждан нуждающимся. Может человек входить в данное направление или нет. Определенный перечень документов собирается. Любой звонок, поступивший даже в наше Министерство труда и социальной защиты, считается, что мы уже все этот звонок отрабатываем. Мы спрашиваем у гражданина, какая проблема, какая причина. Узнаем адрес места жительства. Отправляем туда социального работника на дом. На сегодняшний день в Крыму создано 98 центров дневного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Привлечено почти 800 волонтеров по всей республике. Более 20 тысяч пенсионеров уже имеют возможность интересно проводить свой досуг. Ксения Шарапановская, Андрей Псом. Утро нового дня. Саша, знаешь, кто сейчас наверняка неинтересно проводит время? Ну, а ну-ка расскажи. Люди, которым я совершенно не завидую. Те, кто уже не смотрят нашу передачу, а хотелось бы сказать на всех парах, но нет, едут на работу и находятся в пробках. О пробках я вам прямо сейчас и расскажу. Следуем за мной. Откуда я знаю, что многие уже стоят в пробках? Да, все просто, потому что передо мной наша замечательная карта. Посмотрите, какой по-настоящему желтый сейчас Симферополь. Я говорю в частности про центр города. Посмотрим, что там поближе. Итак, проспект Кирова немного, конечно, отдает зеленью, но все же по большей степени желтый. Улица Севастопольская, улица Караимская, улица Чехова, улица Маяковского, все они, да и Жуковского тоже, все они желтые просто абсолютно. На Ленина ситуация еще интересней. Ленина красного цвета. Прямо как напрямую связано с человеком, в чью честь названо. И все потому, что автомобилисты стремятся на кольца. На кольца выходить, видимо, не все умеют и создаются небольшие заторы. На улице Воровского ситуация такая же. По направлению в сторону улицы Шмидта. А вот по направлению в сторону гостиницы Москвы Воровского зеленого цвета. Впрочем, как и всегда, еще с университетских времен помню, что в одну сторону добраться легко, а вот в другую придется постоять минуту-другую. Улица Шмидта красная. Такая же, ну, я даже сказал темно-оранжевая. Она такая же красная, как улица Киевская. Это стандарт. Каждое утро наблюдаем, как автомобилисты образуют затор перед площадью Куйбышева. И образуют они его не только со стороны улицы Киевской, но и со стороны проспекта Победы. И со стороны улицы Киевской по направлению к Москальцу. Давайте посмотрим, что там дальше. Улица Куйбышева желтая. Улица Толстого желтая. Бульвар Франко местами тоже желтый. Все почему? Потому что радикальных пробок там еще нет, но движение затруднено. Неудивительно, совсем скоро начинается рабочий, да, меньше, чем через 20 минут начинается рабочий день. И поэтому все-все-все-все-все, кто задержался, видимо, глядя на нашу передачу, спешат на работу сейчас. Посмотрим, есть ли у вас объездные пути. Можно ли как-нибудь схитрить? Да, еще можно. Местами объездная дорога зеленая-зеленая. Прямо по-весеннему зеленая. Но, конечно же, на некоторых развязках, вот на соединении с проспектом Победы, есть красный свет. Неудивительно, развязки это самый сложный участок. Что же, рассказал я вам о пробках, теперь ваше дело вовремя выехать и не опоздать. Да и к тому же, что уж там, вы знаете цены на бензин и можете заехать на заправку, заправиться, если считаете это выгодным. А можете потерпеть до завтра, потому что завтра я вам все то же самое буду рассказывать. Ну, только уже про другие цены. Конечно, ну, будем надеяться, что цены поменяются в лучшую, более комфортную сторону, а пробок будет меньше. Ну, это вот так голубая мечта. Мы пока очень надеемся, мечтаем. Ну, а пока мы мечтаем, история сама по себе пишется. Но об этом... 19 февраля 1473 года родился Николай Коперник. Польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции. Размышляя о Птолемеевой системе, Коперник поражал все ее сложности и искусственности. Он пришел к выводу, что не Земля, а Солнце должно быть неподвижным центром Вселенной. В тот же день 1726 года указом императрицы Екатерины I был учрежден Верховный Тайный Совет. Высший совещательный орган решал важнейшие государственные вопросы. Состав в разное время входил от 7 до 8 человек. 19 февраля 1800 года Наполеон Бонапарт провозглашает себя первым консулом Франции. В последние годы он провел ряд политических и административных реформ и постепенно достиг диктаторской власти, объявив себя императором Наполеоном I. 19 февраля 1855 года французский математик и астроном Урбен Ливье представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды – прогноз погоды на утро того же дня. Его наиболее известным достижением является предсказание существования планеты Нептун, сделанное с помощью математического анализа астрономических наблюдений. 19 февраля 1878 года американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал первый в мире прибор для записи воспроизведения звука – фонограф. Звук записывается на носителе в форме дорожки, глубина которой пропорциональна громкости. В тот же день 1899 года основан Санкт-Петербургский политехнический институт. Сейчас он имеет статус государственного университета и обеспечивает выпуск инженеров, экономистов и менеджеров по 101 специальности. Входит в пятерку лучших технических фузов страны. 19 февраля 1938 года закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция «Северный полюс-1». Высадка экспедиции на лёд была выполнена 21 мая 1937 года. Официально открытие состоялось уже с 6 июня 1937 года, когда Льдину покинули самолёты, доставившие полярников и оборудование. Коперник поражался сложности Птолемеевой системы. А мы восхищаемся тонкостью и изяществом стримов Александра. Кстати, прямо сейчас он с нами на связи. Доброе утро, крымчане! Доброе утро всем тем, кто сейчас находится у экранов телевизоров и всем тем, кто спешит на работу, так как это делают, например, окружающие меня люди. Я нахожусь сейчас в сквере имени Тренёва на перекрёстке улицы Чехова и улицы Севастопольской. И от пробок Артёма, которые были ин витро, я перехожу на пробки ин виво, так сказать, вживую. И мы видим, что сейчас на Севастопольской движение вполне себе благоприятное. Ни пробок, ни заторов нет, машины двигаются в свободном режиме. Тоже касается и улиц Чехова. Она тоже свободна, пробок нет. В целом, нужно отметить, что ситуация по городу везде такая. Пока ещё, может быть, не сезон, может быть, ещё не все выехали на свои места работы, а может быть, и вправду городские власти настолько обеспокоились состоянием дорог, что теперь пробок и заторов нет, и все приезжают на работу вовремя и не стоят в долгих очередях на перекрёстках. Погода благоприятная. Мы видим прекрасное чистое небо. Сейчас около 0 градусов, но в течение дня температура обещает подняться до плюс 5. Будем надеяться, что так и будет. Однако следующий день обещает нам похолодание, и последующие дни всё будет холоднее и холоднее. Повторюсь, минимум температур будет в воскресенье, будет до минус 8. Поэтому, симферопольцы, крымчане, собирайтесь, доставайте тёплую одежду, не забывайте шапки и варежки, и следите за собой, чтобы не простудиться. Упаси Бог, заболеть. Я желаю хорошего дня всем, кто с пути экранов, и также в студии. Студия. Ох, Александр, прямо диктум фактум. Сказал он виво, и действительно ин виво, как будто бы вместе с ним прошёлся по скверу возле парка Тренёва. Ну, ребят, просто, как это назовём сейчас модным словом, у меня складывается впечатление, что батл между собой, но оставим это нашим ведущим. А я расскажу про новость, от которой у меня буквально сердце кровью обливалось. В районе Керчи, Ленинского района, сняли с реализации и уничтожили больше 100 килограмм рыбы. Я когда узнала... 5 килограмм рыбы? 100. 100? 5 килограмм? Просто. А я не думаю, 5 килограмм разве это новость? 100, 100, 100. 100 килограмм рыбы? 100. Ничего себе. Моей любимой, вкусной, родной рыбы взяли и 100 килограммов просто уничтожили. Ну, всё потому, что на них не было сопроводительных документов, поэтому государственные ветеринарные инспекторы решили всё, приговорили к уничтожению. Это действительно печальные новости. Ну, будем надеяться, что это хорошо, и никто от пропавшей или некачественной рыбы не пострадал. А вот от чего мы точно не пострадаем, а станем только духовнее, богаче и лучше, так это от следующего сюжета, который снял уже известный всем Александр Ткачёв. Давайте посмотрим. Для того, чтобы насладиться природой, далеко не всегда нужно отправляться за тридевять земель. Симферопольцам в этом смысле повезло особенно, потому что прямо возле города есть прекрасное водохранилище и дендрарий, который раскинулся вокруг. Это место полно неожиданностей и открытий. За ними, собственно, мы и отправились в путь. Начали, конечно, с плотины – самой длинной земляной дамбы в Восточной Европе. Ее высота – 40 метров, а длина – 554. Великая эпоха сталинской архитектуры завершилась в 1953 году вместе со смертью вождя. В 1955 году Хрущев издает декрет о борьбе с архитектурными излишествами. Плотина была завершена в 1956 году, но и в ее архитектуре прослеживаются элементы великого стиля – сталинского классицизма. Фонарные столбы – свидетели того времени. Их навершия изящно украшены коринфским ордером. От плотины наша дорога пролегла по изрезанному бухтами берегу на юг. Под невозмутимой водной гладью скрывается малознакомый мир. В озере обитает карась, зеркальный карп, судак, щука и несколько видов моллюсков. В самой глубокой части водоема может уместиться 12-этажное здание. Прогуливаясь тут, сложно представить, что раньше эти места были пустынными степями. Лес здесь появился после постройки водохранилища и распростерся на 600 гектаров. Его называют Симферопольским дендрарием. Большая часть насаждений – сосны, десятки тысяч деревьев. Для засушливого Крыма они имеют особое экологическое значение, противостоят эрозии и задерживают почвенную влагу. Сосна крымская или сосна палаца является крымским эндемиком. Ее ближайший брат-близнет – сосна черная европейская. По сути, они признаны одним видом. Хвоя этих деревьев при благоприятных условиях достигает в длину больше, чем 20 сантиметров. А с возрастом сосны приобретают зонтикообразную форму. Под их ветвями создается непроницаемый полог – густая тень. Отсюда и название – сосна черная, пинус нигра. В общей сложности в Симферопольском дендрарии произрастает более 20 видов сосен. За моей спиной сосна судакская, она же сосна станкевича, она же сосна каламбрийская, она же сосна пицунская. Отличается от крымской, она формой хвои, побега и шишки. Шаг за шагом мы с оператором приближаемся к острову Сафу-Кая, название которого переводится как «Скала мудрости». В момент полного заполнения водохранилища этот узкий перешеек затапливается и мыс превращается в полноценный остров. До заполнения чаши водохранилища в районе скалы находилось татарское поселение Джиен-Сафу, где располагался мусульманский монастырь. Большая часть главной гряды Крымских гор сложена верхнеюрскими мраморовидными известняками. Этот остров – единственный в Крыму выступ пермских известняков, которые гораздо-гораздо старше. Какая-то неведомая тектоническая сила перевернула пласты пород с ног на голову. Возраст этих пород 230 миллионов лет. В их толщине всегда запечатана палеозойская фауна, простейшей, которыми в то время была представлена жизнь на планете. Пейзажи тех-эр были безрадостными, но сегодня зеленые картины радуют взгляд. Создание дендрария – заслуга лесовода Максима Печенкина. Он решил адаптировать в предгорном Крыму уникальные растения со всего мира. Этот куст должен был вырасти в огромное прекрасное дерево. Это дуб каменный. Такие растут в Ялте. К сожалению, культура не выдерживает морозы ниже 20 градусов, поэтому здесь, в холодные морозные зимы, она обмерзает под корень и растет в виде порослевой культуры. В постсоветское время дендрарий был заброшен. Ценные растения коллекции почти все погибли, а сам лес зарос сорными породами. Ну вот мы и достигли главной цели путешествия – пихтовая роща. Такому разнообразию видов может позавидовать даже ботанический сад. Здесь произрастает пять видов пихт. Испанская, греческая, алжирская, кавказская, одноцветковая. Многие люди путают эти благородные деревья с елями, но на самом деле отличить их довольно просто. Шишки елей всегда свисают вниз, а у пихт смотрят в небо. Сидят на ветках, будто снегири. Пихта испанская – самая южная из пихт, произрастающих в предгорном Крыму. Дальше Симферополя, севернее, она не растет. У нее совершенно уникальная хвоя. Она похожа на веточки пластмассовой елки. Удивительнее всего, что все эти заморские гости прекрасно себя чувствуют на Крымской земле и даже дают множественный самосев. Две последние теплые зимы позволили хвойным сеянцам подрасти, и теперь они стремятся к солнцу. Но лишь единицам удастся выдержать конкуренцию другой флоры и стать полноценным членом уникальной пихтовой рощи. Крым удивительный, прекрасен. Вдохновляйтесь его природой и путешествуйте. Александр Ткачев, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Растения стремятся к солнцу, а мы стремимся к нашим коллегам из редакции новостей. Они с нами уже на прямой связи. Доброе утро. Это Сергей Мельников. Доброе утро, коллеги. Так, у нас вопрос, между прочим, есть. Как часто выбираетесь на природу? На самом деле, честно хочу сказать, что выбираюсь на природу не так часто, как, конечно, хотелось бы, но зачастую у меня это получается, и причем с размахом, так с расстановочкой, вместе с семьей, очень дружно и уютно. Берем кресло хорошее, уютное, разводим костерочек, жарим мясо. Ну, все как обычно, все как в лучших семьях, скажем так, нашей. В общем, все в удовольствии. Ну, а скажи, пожалуйста, что у нас, о чем сегодня расскажут нам новости, что будете вещать в течение дня? Сегодня в наших репортажах вы узнаете о том, насколько готовы водители столичных маршруток к внезапной проверке. В 5 утра сотрудники ГИБДД проверили городских перевозчиков, а также где и когда в Симферополе состоится плановое отключение электричества, как Тихую бухту в Коктебеле готовят к курортному сезону. Об этом и не только наши информационные выпуски в течение дня ни в коем случае не переключайтесь. Не переключимся, Сереж. Спасибо большое. Конечно. Вот таким чудесным образом из Тихой бухты нашего утреннего шоу мы постепенно кочуем к новостям. Это значит, что на часах почти 9 утра. И нам пора с вами прощаться. Расставаться абсолютно не хочется. Это прям вот то, что последнее, что хотелось бы сделать. Но, увы, вернемся мы к вам только завтра. Ну, по крайней мере, вот это радует. Да, вы посмотрите сюда, кто с вами был. Да с вами была прелестная Александра Корнович и Артем Андроновский. Завтра увидимся. Пока-пока. Пока-пока.